Я работаю в архитектурно-земельной комиссии. Чётко вижу, как по-разному относятся мэр, исполком, да и депутаты к людям. Можно наблюдать, как одним всё можно, а другим ничего. Одни могут за месяц оформить в аренду землю и выкупить её, а других запускают на год два по большому кругу. Одних людей, дядя генеральная плана, ну это знаете, как шутка типа, любят, а других в корне обрезают инициативу к развитию. Есть и такие категории людей, которые можно без проблем расставлять шатры, палатки и будки в любой точке города. Но об этом хватит. Происходящую ситуацию в Роскомсовете воспринимаю со стороны, знаете, как видно, с моей стороны, что некоторые депутаты имеют сегодня ещё одну возможность попиариться. Другие депутаты просто приходят сегодня посидеть, послушать свежих новостей и помахать руками. Лично я вхожу в число тех депутатов, которые сегодня своими действиями хотят показать. Мэр и городской совет для стабильности и развития города должны быть единым целым. А секретарь городсовета должен вникать во все возникшие противоречия, не переходя ни на чью сторону, избегая конфликтов, быстро снимать напряжение. Такая работа городсовета, я уверен, устраивает всех депутатов и должна устраивать нашего мэра. Вживую происходит совсем другое. Есть программа одного человека, который он считает единственной, а все другие мнения, мнения депутатов, это жёсткая оппозиция. Хочу напомнить, что всех нас выбрали люди, и причём не все, не на всю оставшуюся жизнь. Все депутаты этого созыва серьёзные авторитетные люди, личности. Пройдёт три или четыре года, и некоторым придётся спуститься с облако на землю и осознать, что былого авторитета, с которым мы сюда пришли, уже нет. Поэтому я очень прошу всех задуматься и разобраться, что мы здесь, для чего мы здесь собрались, и что мы здесь собрались, не друг против друга. Нужно откинуть все раздоры, объединиться и выяснить, что и кто нам мешает конструктивно работать. Разобравшись, мы легко и без сплетен, которые сегодня сплошь и рядом, кто тут и с кем против кого дружат сплетни, возникают. Продолжим развивать наш любимый город Житомир и улучшать жизнь всех людей в нём. Предлагаю, в первую очередь, избрать новый сбалком для стабильной работы города. Во вторую очередь, обсудить и принять изменения в бюджет 2011 года. И я думаю, что после этого, всё-таки, не знаю, как депутаты решат, закрытым, или, знаете, что действительно не пиарили, может действительно какой-то часик. Но нужно нам всем обсудить эту проблему и как-то её разрешить. Потому что дальше нам тяжело просто двигаться. Спасибо. Проблема, которую я сегодня слышу. Вы считаете, что исполкум убрали в отставку? Это не есть проблема вообще? Вы его на доверие. Давайте эту проблему решим. Я говорю, может даже без прессы. Как решите вы все? И дальше намного легче двигаться. Спасибо. Спасибо. Дядя, дядя, дядя. У нас как бы полагаемое, что плавно?